Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить десятый урок второй части «Английский язык. Водно-коррективный курс». Вы уже знаете, что это наш последний урок в данном курсе, и сегодняшнее занятие – это своего рода итоговое обобщающее занятие. Поэтому мы сегодня на нашем занятии подготовили для вас ряд обобщающих упражнений на всё то, что мы с вами проходили в течение 20 занятий. В течение 10 занятий первого курса, в течение 9 и сегодняшнего занятия второго курса. Мы сегодня хотели бы с вами также обсудить новую тему. Это так называемый ровный тон в английском языке. Мы приготовили специальные материалы для чтения. Мы поговорим о некоторых правилах чтения в английском языке. И завершить наше сегодняшнее занятие – диалог, который мы прочтём вместе с вами. А сейчас мы бы хотели обратиться к практическому упражнению. Это упражнение, как и все упражнения нашего курса, фонетическое, то есть ориентировано на отработку основных фонетических навыков. Давайте посмотрим это упражнение. Прочитайте за нами данную серию слов. Обращайте, пожалуйста, особое внимание на правописание, на традиционную английскую орфографию. Хотя мы учитываем, что речь идёт о вводно-коррективном курсе, поэтому в левом столбике мы предлагаем вашему вниманию, как и раньше, транскрипцию, для того, чтобы вы в полной мере идентифицировали те или иные особенности звуков, которые и составляют данные слова. При этом ещё нужно обращать внимание на то, как звучание соотносится с графикой, то есть какими буквами, либо буквосочетаниями, вот как во втором случае, передаются те или иные звуки. Вот, например, долгое «и» передаётся буквосочетанием «и», «эй» в графике и так далее. Вот по мере того, как вы будете привыкать к традиционной английской орфографии, вы и будете формировать навыки письма. Но это в дальнейшем, а пока что мы остаёмся на уровне тренировки фонетических особенностей современного английского языка. Итак, возвращаясь к нашему заданию, к нашему упражнению, нашему фонетическому упражнению, мы предлагаем поработать над фонемами, над сочетаниями звуков, над правилами произношения. Давайте вернёмся к нашему упражнению. Итак, повторяйте за нами. А вот здесь задача будет несколько сложнее, потому что мы здесь имеем дело не с одним словом, а с сочетанием слов. И вот здесь на стыке слов, соответственно, могут происходить различные фонетические комбинации. Например, Давайте послушаем ещё раз, как звучат эти слова, а вы постарайтесь повторить. Very well, very warm, we were as wives. Обратите внимание на разное качество звука в начале и в середине слова. Very well, very warm. И на одинаковые звуки в начале и в середине данного словосочетания. Давайте посмотрим следующее упражнение. Здесь у нас звук в употребляется в сочетании с звуком к. Quickly, question, quite, linguistics. Это достаточно сложно для произношения, и, наверное, вот это сочетание звуков необходимо особо будет потренировать. Послушайте ещё раз, как звучат эти слова, и повторите в точности за нами. Quickly, question, quite, linguistics. Ещё группа слов, которые содержат этот звук у. Но теперь перед звуком у вы видите согласный глухой т и согласный с. Twilight, swam, swam, sweet. Давайте послушаем ещё раз, как звучат эти слова, и постарайтесь повторить след за нами. Twilight, swam, swam, sweet. А теперь упражнение на различия фонем. И, э, о, а. Вы видите, что это всё долгие напряжённые фонемы английской фонетической системы. И, э, о, а. Давайте послушаем, как звучат эти фонемы в составе слова. Сы, с, со, стар. Вы видите, что многие слова из предложенных отличаются только одной гласной фонемой. То есть фонема является смыслоразличительной. И следующая группа слов. Been, burn, born, born. Давайте послушаем ещё раз, как звучат эти слова. See, sir, saw, star. Been, burn, born, born. Давайте посмотрим ещё группу примеров. Team, term, torn, task. Fee, fur, for, far. Послушайте ещё раз, как звучат данные примеры. Team, term, torn, task. Fee, fur, for, far. Ещё одно упражнение, которое мы хотели бы потренировать с вами. Оно заключается в том, что в постударной позиции находится ещё одно слово. Либо местоимение, как в этом случае, либо так называемый послеслуг. Bring it, sing it, coming in. Вы видите, что вот это вот слово, стоящее после глагольной формы, не несёт на себе ударение и произносится, как заударное. Bring it, sing it, coming in. Давайте послушаем ещё раз, как звучат эти словосочетания. И постарайтесь след за нами их повторить. Bring it, sing it, coming in. Going on, taking out, singing it. Вот, прочитав эти словосочетания, вы могли обратить внимание на то, что на первые два предлога, или они называются постлоги, ударение падает. Поэтому они выделяются голосом. Going on, taking out. А вот на последнее, это форма местоимения. Ударение не падает. И местоимения оказывается неударным, безударным, то есть безударной позиции. И на него, соответственно, ударение не падает. Sing it. Давайте послушаем ещё раз, как звучат эти словосочетания. Going on, taking out, singing it. Вы видите только, что на первое слово, во второй позиции ударение не падает. Остальные слова, находящиеся во второй позиции, несут на себе логическое ударение. Давайте ещё раз послушаем, как звучат эти слова, а вы постарайтесь повторить вслед за нами. bringing it, ringing up, singing a song, thinking about. Следующее упражнение, которое мы сегодня хотим предложить вашему вниманию, это упражнение на развлечение долгих, напряжённых монофтонгов в английском языке. Давайте их посмотрим на примерах. Это монофтонг О, это монофтонг Э, и это также монофтонг Э. Давайте их прочтём. Word, word, verb. Wall, verse, verse. Warm, worm, invert. Давайте послушаем, как звучат эти слова. Обращайте, пожалуйста, внимание на различия фонем У и В. У и В. Итак, ещё раз послушайте и прочтите вместе с нами. Word, word, verb. Wall, verse, verse. Form, worm, invert. На этом практическая часть в настоящий момент будет завершена, и мы хотим сообщить вам некоторую информацию про интонирование в английском языке. И сегодня мы с вами будем говорить о так называемом ровном тоне в английском языке. Что такое ровный тон? Отчасти мы с этим уже с вами встречались. Но сейчас на примерах мы с Владимиром Николаевичем вам поясним, что понимается под ровным тоном и зачем употребляется в английском языке ровный тон. Давайте обратимся к нашей традиционной схемке. Итак, перед нами фраза, состоящая из двух синтанг. Вот так звучит эта фраза, и интонационную схему вы видите под предложением. Frankly, I can't afford it. Ну, вторая часть синтагмы уже привычна. Это обычная ровная и восходящая-нисходящая интонация. А вот первая часть синтагмы, на что мы хотим обратить ваше внимание, это так называемый ровный тон. Вы видите, что ровный тон оформляет синтагму до паузы. Вот здесь, в этом предложении, на frankly, собственно, и проходит пауза высказывания. Это нужно для того, чтобы оформить незаконченную группу слов. Это нужно для того, чтобы обозначить незавершенность высказывания. Или ровный тон также употребляется в том случае, когда говорящий в какой-то момент начинает раздумывать, а вот как бы закончить фразу, о чем бы еще сказать. Либо он не знает, о чем он будет говорить. Или он колеблется, он подбирает слова, беседуя с кем-либо. Это вот первый аспект. Еще одно предложение в качестве примера я могу привести «perhaps it's right». Вот явно говорящий эту фразу на этом фрагменте задумывается, возможно ли это верно или неверно. Вот он начинает свою фразу «perhaps it's…» может быть это, а вот верно это, неверно. Он в какой-то момент думает над тем, как закончить свое высказывание. Обратите внимание, что интонация носит ровный характер. «Perhaps it's right». Ну, естественно, и пауза здесь будет присутствовать. Паузы вообще характерный признак такой спонтанной разговорной речи. неподготовленного высказывания, когда человек только в процессе общения начинает додумывать вот ту фразу, то высказывание, которое собирался сказать. Он только в процессе общения додумывает ту информацию, которой хотел бы поделиться. Что еще интересно в этом плане, может быть, нашим слушателям? На самом деле, действительно, ровный тон в английском предложении свидетельствует о том, что говорящий не уверен в том, что он говорит, или действительно раздумывает, что бы ему сказать дальше, как повести разговор, что бы еще предпринять. Еще также известно, что в английском языке вместо ровного тона может использоваться либо низкий восходящий тон, либо высокий восходящий тон. Но вот характеристикой, наверное, все-таки ровного тона является еще и то, что предложение оказывается как бы незавершенным. Допустим, вот эта вот фраза, на которой Владимир Николаевич показывал, как функционирует вот этот вот ровный тон, она, в общем-то, не завершена. Конец синтагмы имеется, но как бы сама фраза может быть продлена. Perhaps it's right, говорит кто-то, и дальше вполне возможно, что он разовьет свою мысль. Ровный тон передает менее тесную связь с последующей синтагмой. То есть здесь возможен как бы поворот разговора совершенно в иное русло. Выбор же тона для синтагмы определяется ее семантической важностью, ее завершенностью, ее степенью связи с последующей синтагмой. Но мне кажется, что сегодня в наших последующих материалах, которые мы специально подобрали для чтения, мы сможем более подробно остановиться на таком феномене, как ровный тон, и показать значение этого ровного тона в английской интонационной системе. А вот еще очень важная тема, которую мы еще не обсуждали с нашими зрителями, с нашими коллегами в какой-то степени, это то, как влияет ритм на ударение, и влияет ли он вообще. Ведь известно, например, что английский язык очень часто используется в качестве языка, допустим, в музыкальных произведениях. Очень многие музыканты охотно соглашаются петь на английском языке, и одной из причин этому является не всегда международный характер английского языка, а удивительная ритмическая структура английского языка. Как связан ритм и ударение? Давайте посмотрим на этот пример. На нем видно, как меняется ударение, как теряется одно из ударений, особенно что касается числительных, вообще числительных от 13 до 19. Давайте посмотрим. Предложение состоит из двух синтагм, и если мы его произнесем «the first of January 1946». Вот здесь под влиянием ритма, то есть под влиянием мелодической структуры предложения, там, где мы, безусловно, будем иметь дело и в первой синтагме, и во второй синтагме, с нисходящим тоном, вот этот нисходящий тон, он влияет на ударение, и это связано еще и, может быть, с меньшей информативной значимостью тех или иных элементов. Например, 1 января, здесь важно именно подчеркнуть, что это было 1 января, 1946. Опять-таки, здесь важна первая компонента числительного, а то, что помечено на схеме второстепенным ударением, как бы уходит в сознание говорящего на второй план. Безусловно, это все звучит в высказывании, но вот нисходящая мелодика влияет таким образом на ударность того или иного элемента в синтагме. Вот в данном случае на числительные это сказывается наиболее ярко, то есть числительные, напомню еще раз, от 13 до 19 под влиянием ритма могут и действительно теряют в разговорной английской речи одно из ударений, вот как мы видели в этом примере. Теперь мы можем, я думаю, перейти к следующему фрагменту нашего урока, а именно предложить нашим телезрителям серию материалов для чтения, для того, чтобы потренировать сначала отдельные фразы, ну а затем, используя этот накопленный опыт и уже сформировавшийся навык, перейти к работе над очередным диалогом. Итак, давайте вновь обратимся к серии наших слайдов. Сейчас на слайде вы видите первое предложение. John is away on holiday. Вы видите, во-первых, интенсионную разметку данного предложения. Данное предложение, как видно, на схеме состоит из двух частей. John, вот он обозначен в интенсионной разметке, такой вот ровной линии, горизонтальной линии, что обозначает ровный тон. Дальше у нас небольшое возвышение и потом ниспадающий тон. В данном случае важно помнить о том, что те слова в предложении, которые несут на себе логическое ударение, смысловое ударение, выделяются голосом и интенсионно соответственно. Предударная группа, в данном случае это John, имеет ровный тон. Далее идет небольшое повышение тона, потом еще небольшое повышение и достаточно резкий нисходящий тон. John is away on holiday. Послушаем еще раз, как звучит это предложение. Следующее предложение, опять-таки, на тренировку ровного тона. As far as I can see, it's impossible. Вот человек, произнеся первую синтагму. As far as I can see, насколько мне кажется, it's impossible. Это невозможно. Вот эта пауза нужна для того, чтобы дать время подумать, как завершить эту фразу. Следующее предложение. Well, the best of luck to all of you. Это пожелание всего доброго. Well, the best of luck to all of you. Well, как бы предударный слог. The best of luck to all of you. Идет понижение тона вот на этой части предложения. To all of you. Well, the best of luck. Luck как раз произносится ровным тоном. Идет потом повышение. To all of you. А следующая серия примеров направлена на отработку навыков интонирования числительных, о которых мы и говорили. От 13 до 19 в первую очередь. А также выработку навыков произношения, интонирования, дат. Вот как в этом примере. Обратите внимание на то, что основное ударение показано соответствующим значком сверху слева, а второстепенное ударение маркируется внизу слева слова. Итак, the 2nd of February, 1933. Аналогичный пример. The 4th of April, 1912. Обратите внимание, мы уже об этом говорили неоднократно, что числительные от 13 до 19 в английском языке несут два ударения. Главное и побочное. Ну, по влияниям ритма, вот как в данном случае, одно из ударений, вот, 19 теряется, утрачивается. И фраза звучит следующим образом. The 4th of April, 1912. 4 апреля 1920 года. Еще одна аналогичная фраза. Следующий пример. The 5th of May, 1905. Вот, обратите внимание, опять-таки ударные фрагменты синтагмы и менее ударные, несущие второстепенные ударения фрагменты синтагмы. Все это связано с ритмом, поскольку такое повествовательное предложение ритмически оформляется нисходящим тоном. И вот эти фрагменты синтагм оказываются в заударной позиции. The 5th of May, 1905. Аналогичную ситуацию мы видим и в этом предложении. The 6th of June, 1900. Опять вот это вот побочное ударение в числительном 19 утрачивается под влиянием ритма данного предложения. Следующие примеры вводят в нас в такую своеобразную сферу современного английского языка, как чтение дат по годам. Вот несколько вариантов на самом деле существует для того, чтобы прочесть данную дату. Варианты вы видите на слайде. Итак, какие варианты озвучивания, чтения, прочтения этой даты существуют? Итак, первый вариант. Ну, может быть, и еще один вариант. In, или in the year, 1970. И третий вариант. In, возможен как бы вариант, in the year, 1970. Но, вне зависимости, вот, если мы не говорим о лексическом наполнении чтения дат, а об интенсионной структуре, обратите, пожалуйста, внимание на то, что ритмически вторая часть числительного везде несет второстепенное ударение. Давайте посмотрим следующий пример. Он действительно несколько отличается от всех тех, которые мы разбирали с вами раньше. Whose book is it? Здесь интересно то, что в вопросе есть два ударения. Одно главное, одно вот побочное, которое указывается вот таким вот значком внизу. Whose book is it? Во-первых, интересен ответ. It's my book. It's his book. It's her book. Дело в том, что в вопросе спрашивается, чья книга. И, соответственно, в ответе ударным оказывается местоимение, которое указывает на принадлежность к книге. It's my book. It's his book. It's her book. Ну, давайте посмотрим еще аналогичный пример. It's our book. It's your book. It's their book. Представим, что это ответ все на тот же самый вопрос. Whose book is it? И ответ совершенно логично выделяет именно принадлежность к книге. It's our book. It's your book. It's their book. А вот следующий пример демонстрирует нам возможность в современном английском языке избежать как бы полного ответа на вопрос, вот как мы видели в предыдущем примере. То есть на вопрос whose book is it? Можно сказать it's my book. То есть как бы полностью повторить все элементы вопроса. Но, возможно, и другой вариант, особенно в разговорном английском языке. И на вопрос whose magazine is it? То есть чей это журнал? Можно ответить кратко, не повторяя все составляющие вопроса. It's mine. It's hers. It's his. И также по лицам. It's ours. It's yours. It's theirs. Вот все, что здесь представлено на этих слайдах, это на самом деле притяжательные местоимения. То есть вот мы потихоньку как бы приобщаемся теперь к системе и структуре английского языка, как бы предвосхищая следующий цикл наших передач, на которые мы, собственно, вас и хотим пригласить. То есть следующий цикл передач по английскому языку будет специально уже посвящен грамматике, грамматическому строю, системе и структуре современного английского языка. И там мы подробно обсудим вот все эти явления. Вот чем просто личные местоимения отличаются от притяжательных местоимений, от указательных местоимений, что такое артикли и какова, например, система временных форм глаголов в современном английском языке. Но это как бы тема нашего следующего цикла занятий. Пока что мы опять возвращаемся к материалу для чтения. Итак, следующий слайд давайте посмотрим. Следующий слайд представляет собой обращение. То есть глагол употребляется в повелительном наклонении. Давайте посмотрим слайд более внимательно. В данном случае фраза состоит из двух синтагм. Первая синтагма это обращение, и вторая синтагма это повелительное наклонение глагола. Вы видите, что в данной синтагме выделены два слова workers и world. Вторая синтагма несет на себе дополнительное ударение, логическое дополнительное ударение. Вот оно обозначается таким образом. Давайте посмотрим еще один пример. По структуре он аналогичен. The walls are white. Стены белые. Тоже основное ударение несет на себе подлежащее, walls. А дополнительное значение у нас падает на группу сказуемого. В данном случае оно представлено прилагательным white, которому предшествует глагол-связка are. The walls are white. Ну, а последние две фразы мы предлагаем вам самостоятельно проанализировать и самостоятельно проинтонировать. Вот эту тринадцатую и четырнадцатую фразы. Попробуйте разобраться с интонационной моделью самостоятельно. Ну, на самом деле, мы много таких примеров разбирали на предыдущих занятиях. Поэтому я, во-первых, думаю, что все наши слушатели успешно справятся с таким заданием. А если у кого-то все-таки возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь к предыдущим занятиям, где подобные синтактические конструкции были нами уже проанализированы. А сейчас время обратиться к правилам чтения. Они достаточно несложные. Мы, собственно, на десятом уроке подходим к завершению обсуждения всего того, что связано с чтением, с правилами чтения. Вот давайте обратимся к двум последним правилам, которые мы считаем актуальными для того, чтобы войти в чтение диалогов, вот тех мини-диалогов, которые мы предлагаем вашему вниманию. Итак, буква «сочетание» в словах. Quick, question, quite. Читается как сочетание звука «к» и «в». И буква «сочетание» «a», «r» читается после, обратите внимание, пожалуйста, не во всех случаях, а вот нам важно чтение «после» буквы «w» и буква «сочетание», например, в словах «vo» читается как долгое «o». На самом деле следует, наверное, сказать, что буква «q» как бы отдельно в английском языке не употребляется на письме, и после буквы «q» обычно следует вот это вот «y», и поэтому буква «q» приобретает вот такой призвук «q». Это вообще характерное написание для английского языка «q», «w», которое передается вот буквами «q» и «u», «q». То же самое касается вот позиции буквосочетаний «ar» после «w» и «q», «u». «o», «quater» и так далее. Здесь происходит, конечно же, изменение качества звука под влиянием вот соответствующих звуков, которые передаются буквами «w» и «q». Вот мы и подошли, собственно, к последнему фрагменту нашего телевизионного урока и не просто к последнему этапу нашей работы, но это и как бы завершающий этап завершающего урока второго цикла наших телевизионных занятий. Мы хотели бы завершить нашу работу чтением и обсуждением диалога, то есть таким образом перебросив мостик к следующему циклу передач, где мы сделаем упор уже не столько на фонетику, сколько на грамматику, но и грамматика в том числе для нас интересна не как самоцель изучения, а как средство, чтобы выйти в разговорную устную английскую речь, то есть научиться говорить, научиться общаться на английском языке. Поэтому давайте в заключении нашего цикла и в заключении нашего десятого урока поработаем над очередным диалогом. Как всегда, я предлагаю вам трехступенчатую структуру обработки диалога. Сначала мы прочитаем его по ролям, затем вы сможете послушать, как звучит этот диалог. Затем мы проанализируем и его внешнюю структуру, в том числе и инновационную структуру, и, соответственно, дадим перевод, то есть обратимся к содержательной части диалога. Ну и завершим мы работу над диалогом совместным чтением. Итак, давайте обратимся к первой реплике диалога. Итак, два человека разговаривают. А вауриевыд, увары, омой, гласыз. They are somewhere over there. Look on the table. They are not on the table. Well, look under the table. They are not under the table. Are they in your book or in your chair? No, they are not. They are not here. Then they are somewhere out in the garden. No, they are somewhere in this room. In your pocket. That's where they are. No, they aren't. Oh, here they are. We are on your nose. Well. Вот такой забавный диалог, связанный с поиском очков, мы хотели бы предложить вашему вниманию. Давайте вернемся к началу диалога и проанализируем его более подробно. Итак, начнем с первой фразы. Итак, вопрос. Обратите внимание на нисходящую интонацию вопроса. Where are my glasses? Все почти слова знакомы. Вы можете догадаться, проявив некое языковое чутье, что glasses как-то связано со стеклом. Это очки. Местоимение my тоже может быть знакомо. Глагол связка, поскольку речь идет о множественном числе, очки во множественном числе, поэтому и глагол связка, глагол to be, стоит в форме множественного числа. Вот вопросительное слово were, где. Итак, фраза переводится. Где мои очки? Where are my glasses? И ответ? Если мы посмотрим на это предложение, то мы должны с вами заметить, что интонационно оно очень интересным образом выстроено. There is somewhere over there. Что касается и содержательной стороны данного предложения, и, соответственно, ритмического и интонационного оформления. Они там где-то. There is somewhere. Вот этот ровный тон указывает на то, что говорящий точно не очень уверен, где очки могут быть, и поэтому говорит что-то такое неопределенное. Somewhere. There is somewhere over there. Они там где-то. То есть, фактически, ответ он, конечно, не предлагает, но ответная реплика вот она здесь. There is somewhere over there. Такая несколько очень характерная для диалога фраза. Как бы что-то сказано, но, в общем-то, ответа конкретного нет. Ну, там они где-то. И следующая реплика. Look on the table. Посмотри на столе. Look on the table. То есть, это такое приказание, выраженное в форме совета. Посмотри на столе. Look on the table. Нисходящий тон характерен для этого предложения и ровный тон для начальной фазы предложения. Look on the table. Ответ звучит следующим образом. They are not on the table. Вот почему нам нужна для того, чтобы оформить это высказывание, вот такая восходящая-нисходящая интонация. Напомню, что вот этот тип интонации характеризует эмоционально окрашенное высказывание. Ну, естественно, если вы потеряли очки и вам советуют их найти, то вы несколько раздражены. Поэтому вот этот фрагмент высказывания несет на себе повышенное эмоциональное ударение, что и оформляется вот этим перепадом тона. They are not on the table. И под ударение попадает отрицание not. То есть нет их на столе. Следующая реплика опять предложена в виде совета. Well, вот эта вот частица, которая начинает разговор. Ну, look under the table. Ну, посмотри под столом. Well, look under the table. Вот, как бы, говорящий так же начинает несколько нервничать. И это показано вот таким вот нисходящим, резким нисходящим тоном. Well, look under the table. Соответственно, ответ тоже оформлен эмоционально. И здесь мы видим, во-первых, ровный тон, и, во-вторых, восходящую-нисходящую мелодику. Потому что нужно выделить и вот это отрицание, и тот факт, что под столом тоже их не найти. They are not under the table. Вот это два наиболее важных смысловых компонента высказывания. То есть их нет и под столом. They are not under the table. А вот вариант предложения, оформленного в виде альтернативного вопроса. Are they in your book or in your chair? Может быть, в книжке или на стуле. Вы видите, что сначала ровная интонация дает некоторое понижение, затем повышение тона, затем небольшое повышение и достаточно резкое понижение тона. Об альтернативных вопросах мы с вами достаточно подробно говорили на наших предыдущих занятиях. Вот обратите внимание на то, как резко меняется интонация в предложении. Are they in your book or in your chair? No, they are not, they are not here. Ну, во всех трех синтагмах, как мы видим, эмоционально оформленные отрицания. No, they are not, they are not here. Нет их и там нет. Предложение достаточно ровное, повествовательное предложение. Then they are somewhere out in the garden. Ну, тогда они в саду. Тогда буквально ты забыл их в саду. Then they are somewhere out in the garden. Обратите внимание, что интонация достаточно ровная с небольшим понижением на последнем слове. In the garden. Then they are somewhere out in the garden. Восстовательное предложение, для которого в английском языке характерен такой-то нисходящий тон. Ответная реплика. No, they are somewhere in this room. No, they are somewhere in this room. Вот, пожалуй, главным и второстепенным ударением отмечены смысловые вехи. Нет, они где-нибудь здесь, в этой комнате. Следующее предложение произносится достаточно также эмоционально. In your pocket. Это вроде как догадка. In your pocket. И дальше идет как бы дополнительное предложение. That's where they are. Говорящий очень рад, что наконец-то он догадался о том, где очки могут быть. И вот это вот показана эмоциональность говорящего. Нисходящий тон, достаточно резко нисходящий тон, опять нисходящий и восходящий тон. Также эмоционально окрашенная ответная реплика. No, they aren't. Oh, yeah, they are. Вот особенно первая часть с нисходящей, восходящей интонацией. Очень эмоциональная реплика. И последняя реплика данного диалога. Where? On your nose. Well. Ну, конечно же, где они? На носу. Вот таким вот образом диалог заканчивается. Вот такой забавный диалог мы хотели бы предложить вашему вниманию в конце нашего очередного цикла занятий по английскому языку для начинающих. Мы надеемся, что мы не прощаемся с вами или прощаемся ненадолго, потому что скоро мы предложим вашему вниманию очередной цикл, в котором, как я уже говорил, основное внимание мы хотим уделить грамматической структуре современного английского языка. А сейчас мы хотим сказать вам до свидания. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok